Сохранение исторической памяти – дело не только государственной важности, международной. Для того, чтобы узнать, какая проведена работа городскими властями со дня обнаружения останков жертв еврейского гетто и определить вектор дальнейшего взаимодействия двух сторон, прибыл в Брест председатель комиссии по сохранению американского наследия Пол Пекер. Разговор, который состоялся за несколько часов до траурного митинга и церемонии перезахоронения, получился серьезным и откровенным. Я вчера прибыл в Брест и уже успел достаточно много посмотреть. Мы посетили место стройки, встречались с представителями еврейской общины. Я думаю, что вы должны гордиться тем, что делаете. Мы будем наблюдать за тем, что будет происходить у вас. Жду с нетерпением продолжения нашего разговора с мэром города о том, какие конкретные шаги будут предприниматься для увековечивания памяти жертв, погибших в ходе войны. Американская сторона хотела бы увековечить память людей, чьи корни из Бреста, знаменитых династий, которые внесли свой вклад в еврейское просвещение. Об этом должно быть известно. И об этом обязательно станет известно. Как и несколько месяцев назад мир узнал о страшной находке в Бресте. О том, что день перезахоронения был по-настоящему скорбным и трагичным, пожалуй, говорило количество присутствующих на траурном мероприятии. Оно состоялось на Северном кладбище. Событие отозвалось в сердцах людей из самых разных точек мира Австрии и Венгрии, Германии, Казахстана, Польши, России, Словакии, США, Украины, Чехии, Израиля. Такое взаимодействие – самый яркий символ и пример того, что память не прячется за красивыми словами. Мы отработали систему взаимодействия с представителями религиозных общин, с населением, где показали, что власть делает правильно, согласуя свои действия с представителями религии, с представителями общественных организаций. И то общее понимание, которое сегодня мы увидели, я думаю, тому подтверждение. Все попытки спекуляции на эту тему абсолютно беспочвенны, потому что борьба за сохранение истории нашей страны – это часть государственной политики. И мы, местные органы на местах, тем более обязаны ее реализовывать. 120 гробов, в них останки 1214 жертв, замученных и зверски убитых фашистами. Их огонь жизни был потушен, но пока живы дела, пока жива память, жив и человек. Церемония перезахоронения состоялась в торжественно-траурной обстановке и, как и полагается, с соблюдением еврейских традиций. Прах невинно убитых был предан земле по законам святой Туры. Я думаю, что Беларусь может быть неплохой пример странам региона. Как надо правильно собрать общество, как надо взять общину, привести ее вместе, тех, которые пострадали, соседями, и вместе, и на самом деле вместе, создать такое место, как здесь, кладбище, в котором похоронены люди, которые фактически были убиты фашистами 76-78 лет назад. Повод трагичный. Для меня большая честь сегодня находиться на Брестской земле. В Германии хотят помнить о том, что совершили немецко-фашистские захватчики на территории европейских стран. О миллионных убийствах мы не хотим забывать. Наш парламент выделил средства для того, чтобы в Германии, а также в трансграничном формате, мы привлекали молодежь и воспитывали в них культуру памяти. Мы хотим, чтобы наши дети посещали места памяти, а учителя получали дополнительное образование, чтобы лучше преподавать уроки по истории Холокоста. Чтобы принять участие в церемонии перезахоронения останков на траурное мероприятие, специально приехала заслуженная артистка России, уроженка Бреста Елена Воробей. О Холокосте, одном из самых чудовищных преступлений нацизма, она узнала не из учебника истории. В Кобринском гетто, и в Пинском гетто, и в том числе и в Брестском гетто погибла вся семья. И из выживших буквально два человека. То, что сегодня этому событию придано такое звучание, это очень важно для всех тех, кто сегодня живы, и для всех последующих живых будущих поколений. После траурного митинга в Брестском гурсполкоме прошла официальная встреча мэра города Александра Рогачука с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шагамом и представителями еврейских общин. Обсуждали брестский опыт, брестскую модель увековечения памяти. Все было сделано очень профессионально, очень эффективно, очень достойно. Поэтому Брестскому гурсполкому действительно огромная благодарность за профессионализм и, как я уже говорила, за человеческое отношение к делу. Потому что то, что было сделано сегодня, это очень мероприятие, которое трогает душу, которое заставляет человека задавать себе вопросы, искать на них ответы. В Бресте все прошло, ну я даже удивлен. Настолько команда государственная, продвинутая, образованная и понимает силы. Иногда больше в этой теме знают, чем мы. Это было красиво, достойно и приятно до слез. Этот день – пример того, как надо хранить историческую память и историческую правду. И сегодня можно сказать точно. В одном из самых резонансных дел Бреста поставлена точка. Но страница «Брест еврейский» не перевернута. Эта ситуация заставила многих посмотреть на тему Холокоста шире. Городские власти намерены продолжать работу по увековечению памяти. Планируется открытие в Бресте синагоги, строительство лапидария, расширение экспозиции городского музея, посвященной еврейскому периоду истории города, а также увековечение памяти перезахороненных жертв. Если Брестская крепость – символ героизма и трагедии войны, ассоциация с городом Брестом, то, вероятно, вторым не менее весовым аргументом – это трагедия Брестского гетто. Эту тему дальше мы будем развивать с точки зрения исторической работы, исследовательской работы и, конечно, работы над памятными знаками по увековечению истории Брестского гетто. Поверьте, что мы только в начале пути. Виктория Нечаева, Эдуард Букнович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.